Дагестан Дагестан оказался в числе регионов с самым дорогим жильем, сообщает РИА Новости. По данным исследований агентства, среднестатистической семье из трех человек в республике нужно более 11 лет копить на квартиру площадью 60 квадратных метров. Лидирует в рейтинге Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В этих регионах примерный срок для накопления на жилье составляет менее трех лет. В Дагестане приступили к борьбе с саранчой. В этом году к сезонной атаке насекомых власти подготовились заблаговременно. Для подавления очагов, как сообщает Министерство сельского хозяйства, выстроена системная работа. В частности, создан республиканский штаб. В бюджете региона заложены средства. Кроме того, определен план мероприятий и подрядной организации для проведения наземных и авиационных обработок. Я хотел бы сказать, что около трех тонн химикатов, ядохимикатов мы на сегодняшний день имеем, которые позволят локализовать, уничтожить эти очаги. Поэтому таких серьезных проблем пока мы предварительно видим. Специалистами регионального филиала Россельхозцентра обследовано более 40 тысяч гектаров земель. Вредитель выявлен на менее чем в 10 тысячах. На половине этой территории уже проведена химобработка. В этом году в Дагестане возведут 20 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 амбулаторий, участковую больницу и поликлинику. Данные цифры были озвучены на совещании у главы региона Сергея Меликова. Здания будут построены из быстровозводимых модульных конструкций, что позволит уложиться в сроки. Всего в этом году в регионе строятся 93 социальных объекта, в том числе 54 школы и 8 детсадов. Подарки, земельный участок и даже машина. В селении Ярак Казмоляр поздравили победителей и призеров республиканского конкурса «Хафизов Курана». В мероприятии приняли участие представители Муфсията, гости из соседних районов и представители СМИ. В продолжении темы сюжет Айши Тухаевой. Получать в подарки всегда приятно, ну а когда их дают за лучшие знания по Корану, приятно вдвойне. 14-летний Хасан всегда хотел учиться исламским дисциплинам. Его старания не прошли даром. Всем барак Аллах, что так почитайте Коран, так встретили. И хотелось бы, что здесь тоже появились желающие учить Коран и ульму тоже. Отец юного победителя с детства приобщал сыновей к исламу. Братья Хасана тоже учатся в религиозном образовательном учреждении. Благодаря баракату наших предков, своевременно определил детей в учебные заведения исламские. Около Аллаху, что Аллах побудил на это. И во многом побудили наши алимы. О том, что путь к победе был нелёгким, хорошо знают преподаватели-участников конкурса. Ученики не думают о победах в момент обучения. Их единственным стимулом во время кропотливой учёбы является любовь к исламским знаниям. И сегодня вы все пришли почитать победителей. На самом деле, Хасан, Абдул-Маджид и другие хафизы, они скромно сидят, они в течение дня читают по 10, по 12, по 13 часов. Главному победителю и его семье глава Магарамкенского района вручил участок земли для строительства дома. Помимо этого, земляки преподнесли ему в подарок машину. Пятерым другим призёрам конкурса дали путёвки на Малый Хадж. Айша Тухаева, Салим Алискеров. Новости ННТ. Магарамкенский район. Накануне в рамках молодёжного форума «Культурное единство» в Махачкале прошёл праздник народного творчества. Свои таланты многочисленным зрителям показали фольклорные ансамбли из 13 районов и трёх городов республики. Подробности далее. Гостей и жители столицы порадовали красивыми хореографическими постановками и народными песнями. Коллектив ансамбля «Эхо гор» представил вниманию зрителей аварский танец. В фойе аварского театра недавно проводили мастер-класс. Мы обучали их аварским элементам, нагайцы обучали нас нагайским элементам. И была такая дружная компания. То есть этим мы не только молодёжь учим, но и призываем весь Дагестан, всю Россию дружить. Организаторы мероприятия постарались сделать красивый праздник для зрителей, которых в этот день в одном из парков города было очень много. Познакомиться поближе с культурой региона решили и туристы, в том числе иностранцы. Здравствуйте, мы приехали из Китая. Мне очень нравится танцы и музыка, очень красиво. Прекрасная атмосфера и очень красиво танцевали. И очень приятно, что такие концерты вы устраиваете для народа. На самом деле как раз окунулась в национальный колорит Дагестана. Показали с разных районов, как танцуют. То есть не нужно никакого было специально идти на традиционные концерты. И всё здесь увидела. Интересной для посетителей получилась и выставка традиционных ремёсел народов Дагестана. Мастер унцукульской насечки по дереву с 35-летним стажем Магомедали Магомедалиев рассказал нам об особенностях своей работы. В общем, мероприятие удалось на славу. Довольными остались и гости, и сами участники. Асиат Абдурахманова, Саид Магомерзаев, Саид Шагидов. Новости ННТ. Махачкала. И о спорте. В Махачкалу из Таиланда вернулся боец 1FC Мансур Малачиев. 10 июня спортсмен столичного клуба Universal Fighters успешно дебютировал в сильнейшей азиатской лиге. Какие цели стоят перед амбициозным микс-файтером, узнавал Курбан Рагимов. На плече у Мансура Малачиева пока нет чемпионского пояса, но его всё равно встречают как героя. В аэропорту Махачкалы собрались десятки преданных болельщиков бойца Universal Fighters. Здесь родные, друзья и одноклубники. Победа в дебютном поединке в лиге 1FC над филиппинцем Джереми Меадо, уверенный в команде, открывает перед Мансуром новые перспективы. После боя Мансур, получается, бросил вызов действующему чемпиону. Тот уже в свою очередь ответил, в течение часа ответил, выложил пост в своем инстаграме, цитирую его слова. Пришел вызов из России, и я этот вызов принимаю. И отметил, что для него это лёгкие деньги, это лёгкий бой. Поэтому, я думаю, следующий свой бой Мансур проведёт за пояс, и в следующий раз мы его встретим уже с поясом чемпиона Лиги Иванов 7. Исход поединка на турнире в Бангкоке решился в первом же раунде. В конце стартовой пятиминутки Молочиев перевёл соперника в партер и завершил бой удушающим приёмом. Я знал, что соперник ударник мой, и, конечно, соперник непростой был. Они сразу мне пятого номера дали, и вот, как и планировали, там был овалит, добивает, и, как говорят, как говорится, на свою коронку взять удушающий. И так и получилось оно. Одержав 11-ю победу в карьере, Мансур Молочиев тем самым заметно улучшил позиции в рейтинге. При удачном стечении обстоятельств бывший обладатель титула Eagle FC будет претендовать на ещё один чемпионский пояс, на этот раз сильнейшего азиатского промоушена. А дагестанский тяжелоатлет Исмаил Гаджибеков стал чемпионом страны. Соревнования в эти дни проходят в городе Новый Уренгой. Махачкалинец, подняв в рывке 112 килограмм одновременно, добился рекорда России. В толчке Гаджибеков поднял 125 килограмм. И в итоге, набрав 237 килограмм, Исмаил внёс в актив ещё один рекорд – в сумме двоеборья. Воспитанник Гусейхана Закарьяева выбрал звание лучшего атлета страны в весе до 55 килограмм во второй раз. На этом у меня всё. Следите за нашими новостями также в социальных сетях. Всего вам доброго и до скорых встреч в эфире.